всем привет сегодня показываю кирилл это 3 кузов рестайлинг шестнадцатый год 16 автомат и автомобиль прошел 500 тысяч километров и я сегодня покажу что с ним все-таки было за это время да сразу могу сказать дверь отличается от задней не красилась ничего так выцвело но сначала наверное кузове гниет ли он гниет например вот здесь где переднее крыло бампер и крыло при ударе бампером снизу всегда откалывается краска это у многих автомобилей так с другой стороны точно также все подкрашено сколы по капоту естественно они есть самый центр здесь лака уже нету здесь все полностью подкрашен но такой коррозии нету а коррозии есть на дверях и она есть только с водительской стороны вот по рамкам вот так вот напомню машине 6 лет и задняя дверь эти двери не делались не красились но выглядит вот так снаружи гниет а сутрии внутри все чистенько как ни странно за все время эксплуатации данного авто прилетала в сзади поэтому здесь крашеный бампер ну он уже крашеный есть еще раз дариной краска вот облазит вот такие места здесь облазит ну неважно везде она облазит естественно при ударе сзади пострадала панель она согнулась чуть туда вовнутрь и ну и крышка багажника также красил сейчас она уже скажем так в печальном состоянии здесь ржавчина везде она кривая делалось так чтобы машина дальше ехала здесь вообще прорыв ну снаружи этого не вида здесь естественно тоже лака нет все по облупилась недавно тысяч 40 километров назад вот эта скоба багажника просто оторвалась вот она с куском металла вот здесь просто вырвала ее что это последствия дтп именно того что панель согнулся и чуть отогнули или просто металл устал уже за полмиллиона там закрывать открывать крышку багажника ну честно скажу такую крышку когда везде ржавчина какие-то прорывы надо надрывы здесь коррозии здесь вот что-то всплыло спасать нет смысла поэтому ждем пока она сгниет до конца и будем ее просто менять отнесем передние фары к элементам кузова поэтому скажем они фары здесь уже менялись по моему даже не раз и опять они успели вот так вот прогореть естественно с обеих сторон поэтому фары пока достаточно прозрачные путь ходят потом заклеим скотчем и будет дальше ходить пару слов о салоне за все время эксплуатации здесь поменяли коврики вот здесь коврик видно резиновой стояли вот такие это уже по моему третий коврик данные автомобиля потому что просто не выдерживает под педалью газа протирается и все туда течет дальше руль ну руль естественно перешит уже по моему не один раз здесь немножко стерлась кнопки не работают вообще неадекватно поэтому надо снимать подушку их поджимать что все работало хорошо но это потом займемся кроме кнопок на руле работает все отлично все подъемники все подогревы все хорошо работает пульт вот эта резинка естественно менялась уже потому что от нее только дырки остались стоит она копейки 150 рублей меняется быстро поэтому не было смысла ждать и в общем то еще раз повторю все работает хотя вот я вижу что вот эта ручка ручка новая явно менялась значит мы ее меняли недавно я все к сожалению уже не помню ну видимо по электронике здесь выходила только ручка ну плюс кнопки кнопки исправим по коробке сразу можно сказать коробка родная ничего с ней не делали масло меняется каждые 100 тысяч километров это полная замена 7 8 литров мы прокачиваем через нее пока не пойдет новая жидкость сейчас данный момент она не пинается ее не вскрывали ничего не делали все работает самое интересное здесь что делалось здесь здесь у нас менялся аккумулятор причем это уже не второй скорее всего 3 аккумулятор наверняка 3 дошел он установлен недавно по мотору по мотору менялся натяжитель менялся обводной ролик меняли щетки естественно в генераторе скорее всего уже два раза ремень приводной естественно менялся свечи не берем в расчет это расходники что же делать все таки из двигателя у двигателя менялась прокладка клапанной крышки и все больше в мотору никто не лез катализатор естественно был удален уже давно стоит обманка обманка служит уже 400 тысяч километров сносу ей нет все работает отлично поэтому кто говорит вот обманка там прослужит недолго скорее за прошивки мозгов у вас выйдет все из строя быстрее намного чем обманку вас накроется также менялась опора двигателя она просто потекла и в какой-то момент сгорел вентилятор сгорел конкретно сгорел пошел дым небольшой огонечек все потушили и заменили весь диффузор на китайский он меняется вместе с бачком пока служит проблем никаких нету по мотору иллюзии никаких не питаю потому что ждет все-таки и капиталка полмиллиона она прошла двигатель не вечный ни у кого не пройдет он бесконечное число километров поэтому в принципе для этих машин 500 тысяч ну 600 это предел по городу да кто ездит по трассе тот естественно может там и до миллиона докатать но по городу это как правило 500 600 тысяч при нормальном масле при нормальных расходников и если повезло естественно с завода с мотором естественно если вы вовремя озаботились об удалении катализатора сейчас слышно перекладка поршней она слышно намного сильнее при на холодную на горячую она пропадает но все равно проявляется сейчас мы думаем что делать либо менять мотор просто в сборе это часа четыре либо от капиталить его своими силами в нашем сервисе и это займет где-то дня 4 и машина опять выйдет работать пока думаем но на данный момент скажем так звуки не настолько сильные машины ездит проблем никаких нет тяга есть масло поджирает но не очень сильно где-то грамм триста четыреста на 10000 поэтому смысла пока чинить его мы не видим наверное к лету не знаю передаст ли видео перекладку поршней но сейчас мотор полностью прогрет будет слышно или нет не знаю не уверен что слышно эндоскопия показал что цилиндры идеальные но это не значит там все хорошо потому что кольца изношены кольца могли сесть сами поршни могли сточиться уже износиться плюс клапанов стекло ну вот откуда расход масла данный автомобиль сейчас уйдет в доставку работать поэтому посмотрим сколько он еще пробегает после этого я думаю будет еще один отчет и посмотрим все таки сколько он прошел по тормозам не говорю ничего диски колодки естественно все это менял суппорта родные ничего не клинуло все во время обслуживалась далее по подвеске стойки передние стабилизаторы естественно менялись я уже неоднократно менялись это сто процентов задние сайлен блоки стоят родные передние ступочные подшипники родные шаровые опоры менялись сайлен блоки одного рычага менялись потому что один рычаг в какой-то момент поменялся в сборе наконечники обе оба наконечника менялись и одна тяга менял все это в разное время поэтому пока 11 рулевая тяга еще родная по моему левая я думаю скоро и придет конец потому что полмиллиона я думаю это критично для любого элемента подвески ну и сайлентблоки с подшипниками я думаю тоже скоро подойдут мое мнение 3 рио 1 solaris намного надежнее чем 2 2 solaris и 4 рио по моторам по всему эти машины были намного надежнее и лучше вы также можете в комментариях написать что вы думаете об этом автомобиле и о надежности данной версии и новая версия но на этом сегодня все кому видео понравилось ставьте лайки не забывайте подписываться на канал и всем успехов и удачи на дороге